Кто-нибудь из собравшихся слышал уже это высказывание? Вообще, это, видите, в кавычках фраза звучала точнее так, да здравствует Казань, это русская химическая мекка. Ну попробуем тогда с вами выяснить вообще эти истоки. Наше сегодняшнее мероприятие приурочено к замечательной дате 300-летию Российской Академии Наук. И вы можете сейчас везде видеть, где фигурируют упоминания Российской Академии Наук, изображение этого прекрасного архитектурного сооружения в центре. Ну вы, конечно же, знаете. Символ Российской Академии Наук это здание Кунсткамеры в Санкт-Петербурге. И что примечательно, это здание было заложено именно под музей, под музей Кунсткамеру. И Кунсткамера с Российской Академией Наук немножко даже конкурирует в старшинстве появления. Кунсткамера на 10 лет появилась раньше. То есть Кунсткамере в этом году исполняется 310 лет уже. Ну, конечно, как музейщику, мне все, что связано с музеями, очень интересно. И в структуре Российской Академии Наук существует почти 100 музеев. Это музеи самой разной направленности. И всего лишь 4 из них имеют обособленное положение. А остальные же музеи Российской Академии Наук, как правило, находятся в научных центрах, в исследовательских институтах. И мы их называем тоже академическими учреждениями. И в нашей республике единственный академический музей – это музей академиков Арбузовых. Что тоже, конечно, нам очень приятно. Мы видим наше знакомое здание – Федеральный исследовательский центр. Здесь представлено, как менялось наименование этого учреждения, основанного в 1945 году. И сейчас это Федеральный исследовательский центр «Академическое сердце», по сути, Поволжья. И в 1945 году, когда умер академик Алексей Евграфович Поворский, Александр Евгельевич его хорошо знал. В этом же году Александр Евгельевич становится председателем казанского филиала Академии Наук СССР. Тогда начинается строительство в любимом его классическом стиле по улице Лобачевского, Поворский и Александр Евгельевич Арбузов. Хорошо знакомы. Они познакомились в Казани в 1928 году, когда проходил Пятый Менделеевский съезд. Александр Евгельевич был в Казани главным организатором. Вообще это было событие для, по тем временам, провинциальной Казани, когда в наш город пожаловало более 700 иногородних гостей. Было заслушано более 400 докладов. По-моему, 8 секций. И Фаворский как раз-таки был избран председателем этого съезда. И, конечно, Александр Евгельевич с ним очень плотно общался. И слова Казани, это русская химическая мека, принадлежат именно Фаворскому. Когда он закрывал съезд, это были его, по сути, вот самые последние слова. Почему в голове этого человека они родились? Ну, конечно, он увидел восточную тематику. И что такое мека для людей, живущих в Мусульманской республике, я думаю, все прекрасно известно. И в стенах химической лаборатории, где проходил Пятый Менделеевский съезд, и в стенах театров вообще были задействованы все массовые площадки нашего города, чтобы провести это мероприятие. Люди, которые пожаловали на этот съезд, они увидели, что Казань – это грандиозный центр химических исследований. И резолюция отчасти именно Менделеевского съезда постановила создать в Казани химический институт имени Бутлерова, который начал свою работу с 1928 года. Александр Ингельевич этот институт возглавил. К этому моменту уже его сын становился прочно на ноги. И здесь мы увидим выступление как раз на Менделеевском съезде Бориса Александровича Арпузова. Александр Ингельевич съездит в президиуме. Ну так вот, Казань. В этом прекрасном здании, который перед вашими глазами, ученые, приехавшие, я думаю, что получили экскурс в историю. И, конечно, трепетно было побывать в той аудитории, в которой читал свои лекции Александр Михайлович Бутлеров. Ну и когда, конечно, уже святая святых этого здания, люди зашли, они увидели, как трепетно в специальных шкафах-витринах хранятся уникальнейшие, уже ставшие музейными экспонаты. И анилин Зинина, благодаря которому, да, у нас появилась анилин красочная промышленность. И рутений, которому, кстати, в этом году юбилей, обратите внимание, был открыт тоже именно в стенах старой химической лаборатории Казанского университета. И вообще вот это все богатство, от которого просто разбегаются глаза, вот, конечно же, рождало, и главное, с каким трепетом это все хранится. Вот не было такого, что пришел новый руководитель и все по-новому, скажем так, расставил. Нет, все постепенно наслаивалось, 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 увеличилось, докупались новые шкафы и витрины, новые полочки устраивались, и все вот так вот кропотливо устанавливалось, подписывалось. В специальных кросс-бухах это все обязательно учитывалось. И, конечно, после всего этого прекрасного, что было увидено, Александр Ленгельевич обязательно рассказывал о том, как он в годы Первой мировой войны в Казани, потому что героически запускал фенолосалициловый завод, который начал выпускать первый российский дженерик ацетолосалициловой кислоты. И все эти, скажем, труды его были тоже зафиксированы вот в таких вот специальных стеклянных флаконах. И ученые увидели, что в Казани в крепких, надежных руках химиках находится химическая лаборатория, вообще будущее химической науки. И, конечно же, у Алексея Евграфовича, ну, само собой уже это вырвалось из его уст. Казань – русская химическая мека. Казань славится Казанским университетом и своим химическим институтом. И когда в 30-е годы страна дала, скажем, клич «даешь химиков, технологов», Александр Ингельевич лично заложил первый камень при строительстве тоже хорошо вам знакомого здания в розовых цветах с колоннами, да, первый корпус КХТИ, для того, чтобы переместить туда химический институт имени Бутлерова. Вот. Но все-таки вот КХТИ, скажем так, выделили именно под это учреждение, это здание. Но Александр Ингельевич начал там свою работу, как и его сын. Был построен химический факультет. Он долго тоже ждал места для того, чтобы расшириться, для того, чтобы увеличить обучаемые кадры. Вот. И тоже прекрасное здание в классическом стиле, напротив виза. Мы все с вами хорошо знаем. И что, конечно, большой заслугой является каждого учителя КХТИ, что обязательно было продолжение. Обязательно вереница учеников шла за каждым учителем. Да, не каждый оставался в Казани. Казань очень щедро сеяла свои семена, отдавая своих птенцов и в Москву, и в Санкт-Петербург, и в Киев, да, и даже в Варшаву уезжали они для того, чтобы там начать основывать школы по изучению органической химии. Но и немало и осталось. И здесь, на этой фотографии, Борис Александрович в окружении своих ближайших учеников представлен. И преемственность знаний, передача знаний от учителя к ученикам не прерывается и в наши дни. И я думаю, что сейчас вот на этой схеме, вот от Аркадия Николаевича Кудовика, нам нужно рисовать стрелочку. Ведь все-таки как же Казань без главы Казанской химической школы? Олег Герольевич сегодня раскрыл как раз вот эту вот стрелочку для меня, когда он сказал, что я считаю себя учеником Аркадия Николаевича Кудовика. Двигаемся дальше. И когда люди бережно охранят свое прошлое, как мы знаем, будущее светлое обеспечено. В отреставрированном здании старой химической лаборатории Казанского университета находится сейчас музей Казанской химической школы. Ну, нам всегда, конечно, очень не хватает каких-то слов похвал извне. Не каждый обладает навыком сам себя хвалить. Некоторые даже и не доверяют мнению своих ближайших людей из окружения. Обязательно нужно, чтобы похвалил какой-нибудь иностранец. Ну, вот и на этот счет у нас тоже есть для желающих услышать такой отзыв. Вообще для меня самой тоже было очень приятным общение с Дэвидом Льюисом, который изображен на данной фотографии. И этот американский химик, историк химии, показал мне, с каким трепетом можно относиться просто к истории своей собственной науки. Когда никакие политические границы и распри вообще людям не мешают восхищаться талантами. Настоящими талантами, настоящими сокровищами. Он не раз посещал наш город. Я, когда к нам приходят иногда студенты, рассказывают замечательную историю. Он 25 лет мечтал побывать в России. Упорно мечтал. Мечта сбылась. Вот он усиденный уже белизной волос приехал к нам. Мы были в музее Казанской химической школы. Он попросил меня сфотографировать его на фоне фотографий и картин, портретов наших выдающихся химиков. Вот настолько ему это было значимо. И, конечно, он отдавал особое уважение Николаю Николаевичу Зинину за открытие Анилина. Он даже разработал специальную, как наградную, почетную доску. Она хранится сейчас в музее Казанского университета. Он считает, что это такой выдающийся вклад в развитие химии. И такой же доске от Льюиса удостоился Санкт-Петербургский университет. И Дмитрий Иванович Менделеев на доске для петербургцев тоже был Дэвидом Льюисом отмечен. То есть к этой личности американцы очень положительно смотрят на российскую химию, в отличие от европейцев. Академическая жизнь в Казани развивалась очень стремительно в послевоенное время. Именно в связи с созданием Казанского филиала Академии наук заработал химический институт. Несколько позже заработал институт органической химии. Потом эти два института объединились в институт органической и физической химии, которые несут тоже такое гордое звание академического учреждения. В Казани существует единственный академический музей в нашей республике. Он основан 28 марта 1969 года. Как вот я сегодня вспомнила, благодаря Олегу Герольевичу, что у нас юбилей у фосфора, 355 лет. А музею нашему оказывается тоже 55 лет в этом году. Будем думать, как отметить это мероприятие. Музей уникален не только тем, что он академический. Ну и тем, что он единственный в России музей, посвященный сразу двум выдающимся химикам. Ну а музейщики наш музей считают эталоном мемориального музея вообще в нашей республике. Поскольку все здесь настолько доподлинно сохранилось. Богатый архив, библиотека, личные вещи. Включая даже мелочевку, которая лежит в письменном столе Александра Луковича. Благодарю вас за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok